ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже не разлил, ебать. Не как обычно. Хе-хе. Я, блядь, как не заправляюсь, вечно что-то беру больше, чем надо. Наха, все, блядь, мокрое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, имеем зеленого монстра. Имеем вот такую воделку от ViperStorm. Сейчас задача. Разбираю пластик. Смотрю, какая тут вилка по диаметрам. Разбираю ту вилку, смотрю, ну, в общем, подходит ли эта вилка сюда. Если вилка не подходит, то буду просто переставлять уже потом колесо и тут что выдумывать. Вот, эту вилку я что хочу поменять, потому что она вытекшая просто, ее просто надо обслужить, и она будет как бы ездить. Но суть в том, что если поставить целиком, то там нужно не будет, не надо будет выдумывать с крепежом, с крылом, со всем этим приколами. Я просто переставил и все. Вот такие приколы. Такой вот летающий аппарат стоит теперь. Приятно удивлен вот такой вот распоркой железной здесь, такими закладными. То есть сделано прям добротно. Вот. Эту вилку снял. Сейчас буду разбирать этот кусок. И померяем, подходит оно или нет. Только надо сначала вот это вот крыло снять. Это получается типа вот это вперед, а это типа зад. Хотя... Могли перепутать на самом деле, когда собирали. Хотя эти штуки вперед. Ну, короче, ладно. Как захочем, так и поставим. Вот так новости. Вилка не подошла. Ну, точнее траверса. Получается здесь прям вообще вот аж под такой вот... Вы вообще видели такого размера подшипники? Ну вот, на фоне ладошки, смотрите. Вот. Такой нюансик получается. Но я только что перемерил перья. Перья одинаковые по 30. Вот. То есть, получается... Получается, эти нахер туда тебе поставим. Вот. То есть, в принципе, можно было бы не разбирать вот это все. Просто перекинуть перья. Но очень важный момент, что здесь... Вот, это с этой рамы. Вот. Полностью сухие посадки. Ну, эти сухие. Впрочем, вся смазка уже тут высохла полностью. Тут, смотрите, какой закоксованный уже весь подшипник. Вот. Ну, то есть, в любом случае, это разобрать надо было, чтобы это все обслужить. Потому что, ну, я так понимаю, что никто никогда в жизни после завода сюда не лазил. Ну, мы будем первые. Вот. Также важный момент. Получается, эти перья рабочие. Но я их все равно обслужу, чтобы уже никогда туда больше не возвращаться. То есть, один раз сделать и забыть. Вот. А потом... И теперь я обслужу. Я думаю, что выставлю на продажу вместе с диском совсем. То есть, здесь, ну, нулячий диск. Как бы, почему нет? Ну, посмотрели себе. Оставлю куда-то. Но... Шумаемо-то маемо. Вот. Резина здесь, кстати, хорошая. Нормальный. Диск здесь тоже хороший. Вот так вот, короче. Все, все четенько. Все крутится, вертится. Ладно, тогда шо? Тогда шо? Снимаю отсюда перья, снимаю оттуда перья. Теперь я обслуживаю. Эти потом тоже попозже обслужу. Когда будет вдохновение. И будет песня. А потом чуть попозже. Просто здесь надо купить резину. Будет. И еще отдать, чтобы диск выровняли чуть-чуть. Ну, и покрасить его тоже не помешало бы. Ну, легче бы помыть задний. И можно будет уже тоже его ста закинуть. И поставить уже задний дисковый тормоз. Потому что барабан полная шляпа. Хоть и колодки. И хует. Нет, он тормозит. Но это вам не дисковый тормоз. Уже хочется, чтобы... Раз я уже мопед это заставляю надолго. Обслужу все. Буду кататься. То есть идеальный. Идеальнейшего поджогника просто, я думаю, что не существует. Кто бы что ни говорил. Вот этот 157-й мотор. Если он у вас или от капиталя, она и полностью нормально. Или новый, как в моем случае. Значит, на нем можно ездить, 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 ездить. Просто, ну, расход 3 на 100. Там, в принципе, если его чуть-чуть подшаманить, там, карп перекинуть. Еще что-то сделает. А можно добиться, там, крейсерской хорошей скорости, там, в 90. Спокойно кататься на нем. То есть, я не знаю. Мопед просто кайф. Вот такая уже намытая обслуженная вилочка полностью. Прям не разбирал. Открутил верхние гайки, послевал масло, промыл, залил новое. Снимал пыльники, почистил, поставил. Поставил вот эти вот гофры. Тоже новое купил. Вот. Сейчас хочу замерить, насколько новая вилка, вилка-перья, получается длиннее, чем старая. Потому что они длиннее, это бесспорно. А вот насколько... Сейчас еще раз. Так. Чикс. Получается, от верха до низа 47. 47. А вот эти... Ну, там, давайте там... Оп. А это пиро, чтобы вы понимали, 41 с чем-то. То есть, примерно, я думаю, что, если мерить уже, ну, по оси, это получается не 47, а 40, там, где-то, 5. 45, а там 40, но тоже непонятно. Ну, короче, я думаю, что на 5 сантиметров, как минимум, она стала... Она стала выше теперь. Выше она. Кто она? Он. Мопед. Будет. Вот. Колесико, кстати, резина у него хорошая. Он накачал. Все хорошо. Конечно, резина, ну, ебанская сама по себе, я не спорю. Это чисто где-то по грунтовке херачить. Но она прям очень слишком уже шипастая. Вот. В принципе, что тут с ним все хорошо. И вот помыть максимум. Да, срато покрашенные трошки, но не так, как могло бы быть. Единственное, что не хватает, получается, вот с этой стороны, вот тут втулка. Ее нету. Сейчас надо собрать колесо, посмотреть, насколько не хватает... Боже, сколько сантиметров втулки не хватает, и изобрести втулку туда. Вот. И все. В целом, вот так вот. Швикс, сейчас швикс, и все будет. Так, надо суппорт накинуть сначала бы вот такой же с выносом этот самый стоит. Ой, вы поняли, короче. Кстати, слил с двух перьев 70 грамм масла. И залил в каждое по 70 грамм. 75 где-то так, плюс-минус. Вот. Маслица вот такое. Такой вот Лиольчик, десяточка. Классика, короче. По поводу... Решил не брать 15-й, чтобы было мягенькое. Все-таки у меня такой а-ля оффроуд, не оффроуд. Но вот так уже смотрю, мне прям нравится, насколько она выше. Потому что сейчас, получается, сидушка имеет вот такую странную форму. Типа, сейчас ты... Вот сейчас он стоит ровно, и вот сейчас вот прикольно. Типа, вот чик, сюда жопа, здесь пассажир. А когда ты ездишь, ты, получается, даже вот эта штука сидит вот так. Типа, ты прям съезжаешь чуть-чуть. Снимешь какая-то безграмотная сидуха. Вот. Но я думаю, что вилка это все порешает. В крайнем случае, я всегда могу переделать сидуху. Вот так вот. Просто вот сюда добавить поролона. Перешить ее вот так, чтобы она была одна здоровой. Ровно и просто, и все. Это не проблема. Говорится, со временем все будет. Вот, руль остается этот пока. Соберу обратно всю приборку, всю панельку. Попробую сделать этот самый... У меня что-то случилось со спидометром вчера. Как будто бы что-то с тросом. Сейчас сделаем. Как будто бы что-то случилось с тросом. Но суть-то в чем теперь? Что вроде тросик-то и живой. И там, и там. Хватит ли его длины теперь под новую... Под новые реалии? Вопрос. Но посмотрим. Если не хватит, то просто потом куплю тросик. И поставлю тросик. И будет обратно у меня все полностью работать. Такие дела. Еще всем настоятельно советую. Вот здесь, видите, а-ля подобие АБС, не АБС. Вот эта вот срань такая. Вот ее отсюда просто откручиваем. И вот штуцер напрямую просто в суппорт. Ляпс и все. И что-то я, кстати, не уверен, что мне по длине хватит сейчас вот этого шланга. Вот. Сейчас буду ставить, смотреть. Все. Втулочку быстренько изготовил. Чик, смотрите, как крутится колесико. Кайф. Тебе не скажешь. Ладно, продолжаю собирать. Поехали. Тебе не скажешь. вот складываю обратно конечно синий зеленым не сильно сочетается но в целом временно и так сойдет вот сейчас пашка ищет трос если у него есть попробую поставить еще обратно туда длинный тут надо метр наверное так не вилочку сделал завтра наверное трубой займут закончу уже трубу там что осталось там по сути колено и крепеж но шо ты делаешь вот смотри ну тупо блять специально да типа блять или шо это поделать вообще ему не смотри тупо блять сидит в телефоне сука дрочит блять а чёрт нахуй просто просто чёрт гибаном сука телефонный скорая блять вообще куда ей тут пиктиваться я не понимаю это скорость сука дрочит блять пиктива взять кусок а смотри стоп поменяю еще колодки махну потом уже остаток хуёвый ну типа можно поездить но я бы хотел бы сразу все сделать и забыть то есть не знаю буду я буду или не буду менять хочется может быть немножко вынос а вроде не хочется я вас знаю сейчас думаю по поводу руля по вынос поставишь прибор туда оно так не встанет надо просто подумывать короче я вот это вот в размышлениях короче что делает вот это сделка это просто кайф я выше сижу прям выше свяжу ну вроде вот 5 сантиметров плюс там я не знаю сколько там плюс по диске по диска 13-го радиуса поиска 13 резины надо сходить машиномонтаж чтобы не разбули посмотреть проверить его может быть его надо под камеру он может править короче по оба где-то вот блять так вы охуенно ездите еще один тоже блять таксисты вообще им похуй на все они я бы что это блять такое что таксисты походят таксисты вот ебал он когда житель не встит здорово вот 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 Ну, короче, такое, ну, потихонечку сделал, я никогда не спешу, у меня вилка вот заебала, та старая. Я надо было либо перебирать, либо, ну, другая менять, в том, как я их сделал. То есть, ну, там перья живые, с ними все хорошо, просто, типа, что они, ну, просто надо было обслужить. Я, по сути, сделал все то же самое, только, ну, только менял перья. Хотя я тоже их обслужил, ну. Охуй. Ну, комфорт этого прям критический, просто, я прям, кайфую, ооо, это кайф. Той, 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 той. Что, блядь, стучит от него? Ну, похуй. Всем на все похуй, все ездят на технике, всем похуй. Кто бы стучит, твой масло льется, что-то еще, блядь, не течет, всем похуй. Ну, он тип тоже, ему вообще похуй. А этому дважды похуй, он на самокате ему, блядь. По жизни на похуй не все. Я не понимаю. Я понял. Он, блядь, по уши, стучит. Блядь, а коммунатор, блядь, прыгает, на руку. Ну, че это, саралат, блядь, смешно. Что-то, что-то не получилось, штука. Прости, хай, этот, этот хуняк, где это, блядь, он что-то ездит. Блядь, блядь. Ой, блядь. А, кстати, ездят вообще вообще. Блядь, блядь. Блядь, блядь. А, кстати.